Присутствует Айнагуль Советовна, руководитель департамента Санэпид контроля Акмолинской области. Мы хотели бы поговорить об обстановке, связанной с инфекциями. Более детально, предметно сейчас слово предоставлю и на оставшееся время, если не по повестке, а существующих ПГСК, понятно, что Акмолинская область находится у нас и Республика Казахстан в зеленой зоне, но хотелось бы все-таки эту тему поднять Айнагуль Советовна. Добрый день, уважаемые предприниматели. Хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Очень приятно, что мы сегодня собираемся не по теме ограничительных мероприятий в период коронавируса, а сегодня у нас наша тема традиционная, которую мы в весенне-летний период, перед праздниками, вспомните, ежегодно мы проводили такие совещания по профилактике кишечных инфекций. Потому что вот на сегодня мы видим, что у нас в целом по Республике и по нашей области идет рост кишечных инфекций. Вот многие зададут вопросы, почему в прошлом году, в предыдущие два года не было кишечных инфекций. Ну, здесь, конечно, связано с ограничительными мероприятиями, потому что общепит фактически не работал, детские сады, школы не работали, был дистанционный формат, были ограничения. И было меньше доступа к общественному питанию. И сейчас вот с нового года, берем начало первый квартал, по Республике зарегистрировано уже 2400 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. По Акмолинской области у нас зарегистрировано на сегодня 127 случаев. Наибольший это город Кокшетау, Бурабайский район, Степногорск. Слайды можно включить? Слайды. В Степногорске, Кокшетау 97 случаев, в Бурабайске 13 случаев, в Степногорске 8, в Ирементау 4, в Коргалжин 2, в Сандыктау 2, в Астраханский 1. И в целом по Республике зарегистрировано сегодня 3 случая пищевых отравлений с числом пострадавших 58 человек. Это Ноксултан 12 случаев, Алматы 8 случаев и Рудный 38 случаев. Наверное, вы, Рудный, во всех соцсетях сейчас видно было, да, там колледж, где 70 человек обратились за медицинской помощью. Вот 38 были госпитализированы. И сейчас по именно колледжу Рудного возбуждено уголовное дело. Вообще при расследовании пищевых отравлений, первоначально, вот когда фиксируется факт пищевых отравлений, мы направляем сразу материал в полицию. Потом полиция дает оценку, относится это ли к уголовному, есть ли состав уголовного преступления, совершения или нет. Вот по Кустанаю было возбуждено уголовное дело. И проверка уже общепита проводилась в рамках уголовного дела. Не хотелось бы вас, конечно, запугивать, но хотелось, чтобы вы были ознакомлены вообще, если будет, например, уголовное дело возбуждено и какие могут быть последствия. Если вы знаете, при нашей проверке это административный штраф, постановление о приостановлении эксплуатации, то если будет возбуждено уголовное дело, то по статье 304, это нарушение санитарно-гигиенических правил и нормативов, влечет за собой штраф в размере 2000 МРП или привлечение к общественным работам сроком до 6 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет. И при повторном, если данное деяние повлекло смерть человека, то он оказывается ограничением свободы до 5 лет, лишением свободы на тот же срок. Я вам в чат скинула эту выписку. Не хотелось бы пугать за весь период, сколько я работаю, у нас таких фактов не было. Но почему сейчас у нас такой акцент на общепит? Потому что 2 года, вы сами понимаете, общепит не работал. У нас обычно сезонное было, начинают набирать поваров, медосмотр проблемы, официантов нет. А я представляю, как эта проблема стала глобальней за эти 2 года, что официантов нет нормальных, общепита нет, поваров, которые обучены, которые знают правила, технику приготовления. Поэтому вот эта сейчас проблема, она может дать нам вспышку кишечных инфекций. А сейчас как раз все свадьбы, мероприятия, сейчас туристические объекты, с учетом политической ситуации в стране, больше туризм у нас. Где-то идет плохо, где-то хорошо, а сейчас летом у нас туристические объекты будут заполнены. Потому что есть проблемы у России с ограничением. И сейчас границы открыли, и поток россиян сюда хлынет. Поэтому будет нагрузка на общепит. И поэтому вот хотелось бы вас всех предупредить. По Акмолинской области сейчас вот у нас один случай официальный, который у нас зарегистрирован, это пищевого отравления. Это у нас по Бурабайскому району, Дискавери Боровое, где пострадало 8 человек. Ну вот полиция сейчас материал на рассмотрении. Ну здесь все не было госпитализировано, в легкой степени прошло, но с признаками гастроэнтероколита. И сейчас мораторий, да, открыть проверку на предприятие общепита сложно. Потому что сейчас есть ограничения на проверки микро- и малого предпринимательства. И мы открываем проверки только при наличии приказа министра здравоохранения. Для того, чтобы открыть проверку, нам нужно обосновать, там все данные по объекту собрать. И не во всех случаях открывается эта проверка. Поэтому сейчас ответственность на бизнесе, как вы будете организовывать эти все мероприятия у себя по соблюдению санитарных требований. И сейчас у нас ограничения, не ограничения, но объекты делятся на высокой эпидзначимости. Это объекты общественного питания свыше 50 мест. И объекты менее 50 посадочных мест – это объекты незначительной эпидзначимости. Чем это отличается? Объекты свыше 50 мест – это подлежат проверкам по особому порядку или плановым проверкам. И объекты, которые менее 50 мест, они не подлежат только по жалобам. Но с учетом моратория, все, кто относится к микро- и малому предпринимательству, они тоже не подлежат проверкам. А таких предприятий у нас, наверное, 70%. И только крупный бизнес, который на банкетах, они только подлежат на сегодня плановым проверкам. И понимаете, что мы не знаем, что там творится у вас на объектах, поэтому вы сами должны за это отвечать. И вот при регистрации пяти и более случаев мы уже проводим эпидрасследование, подаем донесения в комитет, в прокуратуру, полицию, во все органы. И один случай у нас есть, но у нас есть факты, когда есть больше трех случаев, групповые, и они связаны с общепитом. И это одна семья, или это одноклассники, да, или что, но они связаны одним местом питания. И вот у нас такой случай есть по городу, как Шитау, где посещали Рио и три человека, которые вместе находились. Ну, это мы, конечно, не можем сейчас открыть проверку, потому что это менее пяти человек, что это малый бизнес. Но вот когда они обращаются, мы видим, что это связано с общепитом. И здесь мы, конечно, им рекомендуем, чтобы они обратились в суд и уже в судебном порядке решали, потому что нам проверку не откроют. Вот в Адбасарском районе детский сад Родничок, тоже там три случая зарегистрированы кишечные инфекции. Это только вот буквально за апрель месяц, за последние две недели. По Степногорску два случая, один случай с двумя пострадавшими. По Целиноградскому району тоже один случай с двумя пострадавшими. Биржан-Салт один случай. Но есть еще, вот нам же передают медицинские организации экстренные, и есть вот острые кишечные инфекции, а есть еще диагноз функциональное нарушение кишечника. Здесь, конечно, мы с медиками будем отрабатывать, они под вот этим функциональным расстройством кишечника могут завуалировать кишечную инфекцию, и потом дальше это приведет к отравлению. И если не будут приняты меры, было массовое, например, какое-то пищевое отравление, значит, мы проверку проводим, находим нарушение, объект приводит в соответствие, и дальше уже работает, когда все устранит. Когда нам не поступает экстренное, получается объект у себя, ну, по факту, это хорошо, если добросовестный, да, они все у себя проведут, все там, медосмотр придут, дезинфекцию там полностью отработают, а если это не прошло, как кишечная инфекция, если мы туда не выходили, если мы там не отрабатывали, то нарушение не устраняется, и завтра это может привести еще к более тяжелым последствиям, это когда будет не 5, там не 3 человека, а когда может быть и 50, особенно если сейчас банкеты по 300, по 400, поэтому вот здесь вот должна быть солидарная ответственность бизнеса и ответственность ваша. Ну, что такое кишечные инфекции? Это большая группа, да, инфекций, дизентерия, сальмонолез, гастроэнтолит, вирусные гепатиты, пищевые токсикоинфекции, ротовирусные. Вот сейчас качество воды тоже вызывает, ну, все мы знаем, у нас даже, взять коротко Штау, вода грязная, и вот при, когда даже если мыть посуду, да, и не соблюдать технологию мытья посуды, то завтра с этой вашей посудой может быть связано тоже пищевое отравление. Если посуду плохо помыли грязной водой, и поэтому вот здесь надо предусматривать, наверное, фильтры устанавливать. Ну, с учетом того качества воды, которое у нас в Акмолинской области, вообще Акмолинская область занимает третье место снизу по республике по качеству питьевой воды. У нас показатель несоответствия воды по БАК-показателям по республике за первый квартал у нас 6,7% несоответствия воды, по республике 0,8%. Восемь раз превышает несоответствие воды. И поэтому, помимо того, что может быть связано с пищевыми продуктами, с носительством кишечных каких-то инфекций, то может быть и связано еще с водой на общепите. Кишечные инфекции, вы знаете, проявляются. Это понос, вздутие живота, рвота, бывает повышение температуры, уже в тяжелых спутанной сознании, вирусная диарея, может быть. Вот почему я вам про эти симптомы говорю? Потому что вы должны по своим работникам мониторить, да? Вы должны, когда они приходят на работу, вы должны тоже их состояние опрашивать, смотреть. Помимо осмотра на гнойничковые инфекции, вы должны еще в состоянии тоже, что если температура или тошнота, какие-то признаки есть, то здесь нужно отстранять от работы. Потому что, возможно, у повара, у рабочей, у посудомойки признаки кишечной инфекции, и она, когда будет посуду мыть или готовить, то потом будут последствия и кишечные палочки, возбудители сальмонеллеза, стафилококка, они попадут на объекты внешней среды, на посуду, на те же пирожные, чихнет стафилококк, то завтра будет тоже кишечная инфекция, потому что есть еще стафилококковая природа. У нас примеры такие были, когда на Новый год, когда банкеты, особенно это страшно идет, когда банкеты подряд идут, и все хотят заработать. И здесь повар, в одном из общепитов города Кокштау, повар стоял на салатах, у нее была температура, у нее был понос, но она ходила на работу, где-то не помыла руки, хотя сейчас требование, чтобы были еще в перчатках, особенно на салатах, потому что салаты вторичной обработке не подвергаются, они холодные, это закуски, и вот здесь, чтобы работали в салатах, потому что через порезы, это может быть стафилококковая инфекция, если руки не помыли, это сальмонолез, может быть, передаться. И вот она получается, я вот хорошо помню, потому что я сама проводила расследование, это было 3 января, и 29 человек тогда госпитализированные были в больницу, готовили салат Рафаэлла, и получается, она руками вот эти делала там шарики и обмакивала их там в крошки какой-то, и получается, все, кто ел этот салат, они пострадали. Ну вот передачи, вот мы уже как бы сказали, вода, грязные руки, носительство кишечных инфекций. По проверкам я сказала, да, что мы сейчас не все объекты проверяем, вот за первый квартал у нас проведено всего 26 проверок, всего 16 проверок общепита. Это было в 2021 году по особому порядку. Из них с нарушениями 13. В прошлом году было проверено 16 объектов и 13 с нарушением. Посмотрите, почти 90% с нарушениями. За первый квартал текущего года мы провели 14 проверок. А синглой кабинетов, вы слайды крутите, проведено 4 проверки, из них с нарушениями 3, тоже 90%. Это о чем я вот сейчас вам говорю, что на сегодня ответственность на вас, потому что у нас общепита на контроле более тысячи объектов по области. Из них, посмотрите, мы проверяем там 1% 16 объектов. И на этих 16 объектах 13 с нарушением. Поэтому вот здесь, вот как придете сегодня себе на работу, вот о том, что мы сейчас будем говорить, возьмите на контроль и все пункты перепроверьте. Потому что сейчас функция санитарной службы в основном разъяснительная, профилактическая. Мы только частично проверяем по объектам, но судя по тем, которые проверяем, уже видно, что проблема существует. При этом у нас же мы не приходим там внезапно на объект, мы проверяем, за 30 дней даются уведомления. И мы приходим именно вот 15 дней, мы не сможем, например, если у нас было там с 15 по 13 уведомления даем, то значит, по 30, то мы только придем с 15 по 30. А если это микро, сейчас мораторий, но если микробизнес раньше был, то там вообще 5 дней проверка. Поэтому и с учетом этого, посмотрите, с учетом того, что вы знаете о том, что через 30 дней будет проверка, и здесь 90% с нарушением. Это проблема. Это и наша, и ваша проблема. И какие нарушения? Отсутствие производственного контроля, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение условий сроков хранения, несоблюдение товарного соседства, отсутствие документов, подтверждающих качество, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие медицинского осмотра у работников, низкая квалификация специалистов и несоответствие проб по микробиологическим, санитарно-химическим показателям. Вот эти нарушения выявляются. По разрешительным документам у нас на сегодня 11 объектов. Ну, это из тех, которые мы там, кто добросовестный, кого мы знаем, вот 11 объектов не имеют санитарно-эпидзаключения. Сейчас мы своим регионам даем поручение, чтобы проверили, переучет сделали объектов и поставили на контроль, потому что, ну, за два года там и формы собственности поменялись, да, и новые объекты открылись, кто-то переквалифицировался. В соответствии вот по эпидзначимости, объекты высокой эпидзначимости с посадочным местом более 50 человек должны иметь санэпидзаключения. Объекты до 50 подают уведомления о начале деятельности. Если вы подаете уведомления о начале деятельности, то вы полностью отвечаете за соблюдение вот этих санитарных требований. А те, кто санэпидзаключения, ну, когда мораторий закончится, они у нас будут на плановых проверках, а сейчас из этих объектов только те, которые относятся к крупному и среднему предпринимательству. Должны все формы, субъекты предпринимательства, там, не только предпринимательства, должны организовывать производственный контроль. Производственный контроль это не только там вы договор с лабораторией заключаете, да, и все. Производственный контроль это гораздо шире. Должна быть рабочая программа производственного контроля, где графики отбора, где план мероприятий, там, где графики санитарных дней, графики прохождениями досмотра. Вот это производственная программа. Мы вам еще скинем санпины в чаты, наверное, и вам доведем, обновим санпин по общепиту, по производственному контролю, чтобы вы возобновили. Я так понимаю, два года вы тоже в полном объеме не работали, поэтому вот это нужно обновить в памяти и все приводить в соответствие. По производственному контролю у нас на сегодня… Можно микрофоны отключить? У нас 588 объектов, ну вот по тем данным, то, что нам территории передают, 588 объектов общественного питания функционируют, из них 209 заключили договора на производственный контроль. Это всего 36%. Для чего нужен производственный контроль? Производственный контроль нужен для того, чтобы вы сами проводили контроль качества продукции. Это вы берете смывы, берете воду, ну лаборатория, которая имеет аккредитацию, берет у вас лабораторные исследования, и вы уже для себя контроль делаете. И потом уже, если вам надо санитарный день, если вы проводите мероприятие у себя по объекту. Поэтому… Сколько стоит стоимость? Ну там зависит от… Вот сейчас пригласили баклабораторию, заведующую баклабораторию, вы, наверное, скажете по стоимости. Ну там зависит, конечно, от каждого объекта, от количества посадочных мест, потому что если больше посадочных мест, там и смыва больше, и проб больше отбирается. Ну здесь, знаете, там есть, у нас в Санпине есть рекомендованный норматив, сколько нужно отбирать. Но там очень мало, там раз в месяц один продукт, но это не показательно. Вы можете увеличивать эту кратность для себя, потому что так хотя бы вы предупреждаете. Потому что визуально по своему работнику, да, там даже внезапное обследование… Раньше вот я сама сколько лет работала пищевиком, раньше мы шли на объект, обязательно мы на носительство проверяли всех сотрудников. Да, и тогда можно было выявить носительство, потому что инкубационный период кишечных инфекций различных, да, 7 дней. Срок прохождения медосмотра 6 месяцев, да, ну поел где-то, яйца поел, там что-то там, ну кишечная инфекция может быть. И вот это полгода прохождения медосмотра, она не гарантирует. И раньше мы когда проверяли, мы обязательно шли на объект, помимо смывов, мы обследовали на носительство кишечных. Сейчас такого нет, мы не обследуем, но зато это позволяло выявить носителей, да. Поэтому вот вы в рамках производственного контроля можете сами по своей инициативе там расширить, да, и раз там не в полгода, а раз в 3 месяца, да, чтобы проходили обследование. Можно на стафилококк, можно там на кишечные инфекции. И сейчас, знаете, еще проблемы могут купить медосмотр, да, это проблема у всех регионов. И даже вы, у нас, кстати, в городе Кокштау такой случай был пищевое отравление, когда на предприятии из 70 человек, 30 был поддельный медосмотр. Поэтому вы можете, вот у вас есть списки ваших работников, они вам принесли, да, книжка полная, как бы медосмотр есть. Вы можете запросить в поликлинике подтверждение, можете запросить в БАК-лаборатории, да, где они проходили, где группу, действительно ли проходил вот этот работник медосмотр. Вам это бесплатно, вам поликлиника всегда ответит. И вы вот так можете выявить то, что проходили они медосмотр, не проходили. Потому что для вас это бомба, если они не прошли медосмотр, если они являются, особенно это стафилокок, да, особенно кто вот на салатах, на пирожных. Сейчас многие общепит, да, сами пекут вот какие-то пирожные, там, десерты делают. И если он будет носитель стафилокока, он завтра чихнул, у него проявлений не будет никаких. Он чихнул, да, на руках где-то, и завтра вся партия вот этих ваших пирожных, которые вы для своих гостей приготовили, завтра они из-за этого отравятся. А стафилококковые отравления, они тоже очень такие, и массовость, и там, и температура, и рвота могут быть, да. И они, вот что сальмонолез, стафилококок, они все между собой, ну, есть там диагностические признаки, а в принципе они точно так же проявляются. И понос, диарея, и температура, и все признаки, они между собой исходны. Там мы уже при эпитрасследовании, и при лабораторной диагностике уже это определяется, какая там форма. Вот, поэтому необходимо, что нужно для того, чтобы не было связано с предприятием общественного питания. Во-первых, это должно быть санитарно-техническое состояние объекта удовлетворительное. Влажная уборка проводится качественно. Санитарные дни не так вот, да, для формализма там санитарный день, а конкретно закрываться в этот день, проводить с дезинфекцией, с приглашением, может быть, предприятие, которое проводит дезинфекцию, качественно должен проводиться санитарный день. Медосмотр должен быть пройден у всех сотрудников, кратность должна быть соблюдаться. И медосмотр нужно, вот срок медосмотра прошел, да, и потом начинает, вот, например, до 28 апреля медосмотр, да, потом вы начинаете, ой, иди, проходи медосмотр. Медосмотр надо проходить до 28 апреля, чтобы 28 апреля у вас уже человек был с пройденным медосмотром. А у нас как начинает? Ну, это я по своему опыту, по проверкам. 28-го только тогда начинают говорить, давай, проходи, потом он еще два месяца проходит медосмотр, и в итоге вот эти два месяца он фактически у вас без медосмотра. Поэтому вот обратите внимание на медосмотр. Соблюдение по точности технологического процесса, вот разделочные доски, маркировка, да, столы маркировка, мясо сырое, мясо вареное, потому что готовые продукты, они потом, вот уже отваренное мясо, отваренная картошка, которая используется для салатов, они же не проходят термическую обработку, и если вы будете на доске для сырого мяса разделывать вареное мясо, завтра вот то, что там не смогли, если еще некачественно помыли, завтра это будет причиной обсеменения продукции с альмонеллезом, с тафилококком, потому что вы на доске сырое, товарная соседка, ну, вот эту маркировку, товарное соблюдение по точности, вот это не соблюдалось, это может привести, и сроки хранения, особенно молочка, да, и те же яйца, кремовые кондитерские изделия, вот это все нужно соблюдать, колбасы, там, мы вам тоже скинем, есть санпин, где сроки расписаны, да, просто сейчас время тратить, называть, что, сколько хранится, тоже, как бы, и не запомните, мы вам эти все документы скинем, машина, да, на какой возите, тоже мы сейчас же видим, что и на легковых, и там загружают, и к вам привозят же, вы же сейчас работаете на продуктах, да, довальческих, которые вам, например, банкет заказываете, вам привозят, здесь тоже нужно смотреть качество продукции, и яйца смотреть, чтобы они были с клеймом, да, что они прошли видосвидетельственно, да, вот то, что видосправка у них, мясо тоже должно быть клеймо, что оно прошло ветеринарно-санитарный контроль, потому что сейчас, кроме вот кишечных инфекций, сейчас еще сибирская язва, и если, вот последний случай, который у нас был завозной, да, вы, наверное, в соцсетях считали, они готовили, купили мясо и готовили шашлыки, и при приготовлении шашлыков, когда разрезали мясо, заразился человек сибирской язвы, и... Я вот, извиняюсь, перебиваю, вот часто задавали вопрос о банкетном зале, достаточно, да, на откладной, если это продукты питания были покуплены с центрального рынка, там есть же, да, пункт, по-моему, ваших подразделений, да? Нет, у нас нет, там ветинспекция у них есть, да, ветлаборатория, ветеринарная. Есть категория просто, они у нас это ресторанов, которые категорически они хотят-то и задают своим клиентам, как бы, заказчикам, да, ну, на такие процедуры в момент, наверное, подтверждение этих накладных, если они больше доверяют, что это было приобретено как с центрального рынка и так далее, где, наверное, да, проходят процедуры, да? Ну, это, если прошло, если ветеринарный контроль мяса прошло, то ставится клеймо. Сейчас яйцо, можно, мы сами узнаем. Яйцо, если есть клеймо, значит, оно прошло контроль. Ну, накладная, она, ну, как бы, не дает гарантии, что есть документы, что оно прошло контроль. Должны быть документы удостоверяющие качество. Ну, в любом случае, если это будет связано с вашим объектом, будете отвечать же вы, потому что вы же принимали. И в Санпине есть статья о том, что должны быть документы удостоверяющие качество. Просто вы же берете, а какое качество, откуда это мясо взяли, а завтра, если, ну, не дай бог, будет пищевое отравление, все равно будет проводиться расследование, будет с вас спрашиваться, есть документы, нет документов, принимали вы с документами или без документов. Поэтому нужно, надо приучать население к тому, чтобы они покупали доброкачественные, ну, и вообще, как бы, переходить на то, что вы сами свою продукцию закупаете и сами уже отвечаете за качество той продукции. Ну, здесь нужно и внешний вид, чтобы не битые были, да. Ну, вы, наверное, все уже давно вообще пить и работаете, и знаете, да, что испорченные нельзя брать, фрукты сейчас. Знаете, еще очень много отравлений, вот когда по другим регионам связано с некачественно промытой зеленью. Потому что, ну, кто обращает, вот как ее промывают, да. Потом виноград, это тоже во многих фактах бывает фактором передачи, вот возникновения, вот фактором возникновения передачи инфекции. Виноград, потому что виноград, его очень сложно промыть, да. И если его не промыли, если он грязный, его поели, и вот все это мероприятие может потом оказать, все участники могут оказаться в больнице. Вот, поэтому производственный контроль, медосмотр, соблюдение по точности технологических процессов, соблюдение, чтобы холодильное оборудование у вас работало, да, в холодильниках маркировку сделать, полки, отдельно молочка, отдельно овощи, отдельно сырая продукция, график разморозки холодильников. Вот это все нужно делать, и это все будет гарантией того, что ваш объект не будет связан, возникновение кишечной инфекции не будет связано с вашим объектом. Поэтому это все, вот ничего нового я вам сегодня не сказала, это все вот ваши требования, которые вы должны соблюдать, это в санитарных правилах, если взять СанПин там 80-го года и СанПин сейчас, да, вот эти требования будут одни и те же, сроки хранения одни будут одни и те же. Вам нужно, да, вот памятка о мытье посуды, она вот нужно будет вывешать, где моют посуду, да, обучить этих своих посудомоек, да, и проконтролировать. Сейчас, вы знаете, СанМинимум проходит тоже, там, раньше, да, это СанМинимум был, да, проходили восьмичасовые лекции, ходили там экзамен, сейчас пошли, заплатили за СанМинимум, печать поставили, они даже не понимают, как мыть посуду. Поэтому вы должны, вот, кузов производством, да, ну, понимаете, вы столько сил вкладываете, чтобы приготовить этот салат, да, чтобы приготовить, и если ваша, там, извините меня, посудомойка не помоет правильно посуду, не помоет хорошо овощи, завтра вот это все приведет к кишечной инфекции. Поэтому на каждом этапе, вот, программа производственного контроля, это там план мероприятий, где вы на каждом этапе риски, да, должны себе выставить и должны обучить. А сейчас кто к вам приходит работать на, вот, посудомойками, там, даже помощниками повара, даже повара же у вас сейчас без образования. Это же проблема, это же дефицит, чтобы был повар, который изучил, потому что повара, они когда обучаются в колледжах, они изучают вот это все, и соблюдение санитарных требований, они все, вот это товарное соседство, они это изучают. А у нас в большинстве случаев, ну, умеют хорошо готовить, ну, значит, повод о соблюдении технологий. Поэтому вот здесь нужно обучать. Не обязательно, может быть, это и там где-то, да, обучать. Сами для себя возьмите, потому что это ваше предприятие, это ваш имидж, да, чтобы, ну, знаете же, у нас город маленький, область маленькая, это вот у нас районы сейчас подключены. Там в районах вообще один ресторан там на все село. И если завтра там все, ну, как бы молва пойдет, ой, там грязно, ой, там еще что-то, да, и никто не пойдет. В городе Кокштал тоже здесь все друг друга знают, и здесь сразу, да, если кто-то, вот мы туда не пойдем, там салаты плохие, а если там, не дай бог, кишечко будет, то это завтра тоже для вас проблема будет. Поэтому это и с учетом, еще раз напоминаю, мораторий сейчас. Мы к вам, ну, конечно, если будет там массовое отравление, да, с приказа министра, мы сможем зайти. Ну, если там будет, ну, оснований у нас таких грандиозных не будет, да, зайти. Ну, это, представьте, уголовное дело, тогда мы уже зайдем. А так, когда два-три, вы просто еще отслеживайте, потому что к вам же приходят, жалуются. Скорее всего, приходят, например, если кто-то, ну, мероприятие прошло, и кто-то там пропоносил, скорее всего, к вам с претензиями приходят. Вот здесь обращайте внимание. Медосмотр перепроверяем, договор на производственный контроль заключаем, правила мытья посуды все соблюдаем. Сейчас вот в Санпини есть, да, что посудомоечные машины, да, вот тоже можно приобрести, и, во-первых, они качественно будут помыты, то ли как ваша там, да, посудомойка помыла, то и запас... А вот здесь почему посудомоечные посуды не стоят? Потому что нет трех оборотов посуды. А по Санпину должно быть три набора посуды, да, что вот этот вы отработали, а этот у вас готовый стоит. Поэтому вот здесь вот тоже. И посудомоечная, она моет качественно посуду, да. Ее не надо при вытирании, даже если помыли посуду, как она там просушилась, там, если еще ее вытирает, натирает, то тоже это дополнительный фактор, что какие-то частички там возбудительных кишечных инфекций может на поверхности остаться. Кондиционирование, да, должно быть. Холодильное оборудование тоже нужно поверху проводить, термометры, чтобы внутри были, потому что холодильник работает, он может не держать достаточную температуру. И у каждого продукта есть условия хранения, да, свои. Поэтому тоже нужно будет. Ну, просто на примере того, как мы приходим, ну, вот сегодня все, что перечислили, вот обычно все эти факты есть. И всегда обидно то, что ты приходишь, ты за 30 дней предупреждаешь. И когда ты приходишь за 30 дней, предупредив, и там все равно нарушение, то страшно становится, как работают, когда их не предупреждают, а те, которые без проверки. А еще масса, которые открылись вообще без согласования, без уведомлений. Поэтому солидарная ответственность бизнеса должна быть. И что вот я вам озвучила, что предусмотрена ответственность. Вот эти, ну, основные моменты, о чем я хотела сказать. Ну, по ограничениям, сейчас по общепиту ограничений таких вот по карантинным мерам нет. Ситуация на сегодня у нас эпидемиологическая по коронавирусной инфекции благополучная. За апрель месяц у нас зарегистрировано всего два случая. В марте было 79, ну, январь-февраль там гораздо больше, да. И сегодня вот еще хотела бы сказать, чтобы вакцинации, вакцинации, ревакцинации тоже проанализируйте по своим сотрудникам. Сейчас ограничений нету, да, по доступу, по вакцинации. Но если будет рост заболеваемости, и если не прошли ревакцинацию, то тогда есть ограничения, да, в красную зону, если переходим, тогда ограничения есть. Но вот благодаря коллективному иммунитету, то, что на сегодня 74% у нас по области прошли первый компонент вакцину, и 52% мы по ревакцинации на восьмом месте по республике по охвату ревакцинации. Но понимаете, что 52% это не 100%. И что у нас, если 250 тысяч подлежало ревакцинации, то у нас всего 125 прошли, а еще 125 ходят. Сейчас в наличии имеется и Pfizer, да, есть Казвак, есть Вероцелл. Можно там Pfizer, да, сейчас за границу, сейчас туристические маршруты открываются. Два компонента вы можете получить, так как вот страны Европы, многие требуют, что два компонента. Пожалуйста, сейчас вы можете получить два компонента вакцины. Но вот если сейчас мы не будем ревакцинироваться, да, то будет снижение иммунитета. И в прошлом году у нас в августе, в сентябре рост был, в предыдущем году тоже август-сентябрь. И сейчас, если вот в течение двух-трех месяцев, если мы снизится иммунитет, да, меньше 50% будет, а через 6 месяцев иммунитет снижается, то в сентябрю, октябрю не исключено, что рост пойдет коронавирусной инфекции. А рост коронавирусной инфекции – это все ограничительные мероприятия. Вы этого хотите? Не хотите. Поэтому нужно вакцинировать. Мы вот по общепиту анализ не делали, сколько у нас охват ревакцинации. Ну, вы сами сделаете охват у себя на предприятии, и должно быть не менее 70%. Ну, желательно, что все 100% более, да, привиты и ревакцинированы. Вот. Поэтому сейчас ограничений таких нет. Сейчас мы делаем упор на соблюдение санитарно-гигиенических требований, потому что сейчас сезон, на улице становится тепло, да, салаты заправлять нужно не более двух часов, заправленный салат должен быть. А у нас как, ну, у нас же есть еще свой менталитет, да, позвали на два часа, пришли в шесть часов. А салаты все четыре часа стоят на столе. Это тоже… Вот вы знаете, я была… Ну, у нас как бы холодно, да, и у нас это так остро не стоит. Но я была как-то на мероприятии, ну, еще до ковида там, в Туркестане. Вот у них страшно, когда у них 37 градусов в помещении, и даже те кондиционеры, которые стоят, и они не охлаждают. Вот 37 градусов в помещении, и когда… И вот, ну, там, там, знаете, уже инстинкт самосохранения, потому что ты уже видишь, что этот салат уже его нельзя есть, потому что у него сразу внешне уже… А у нас внешне не видно, потому что холоднее. Но вот эти соблюдения, там, два часа заправленный салат, у нас это требование не соблюдается. Это вы сами все прекрасно знаете, потому что вы салаты заранее стол засервировали, кто-то пришел, позвали на два часа, кто-то пришел в два часа, кто-то в три, кто-то в четыре, кто-то в шесть, кто-то в семь. Это у нас… Поэтому салаты нужно заправлять непосредственно там перед подачей. Пожалуйста, у кого какие вопросы? Я хотел бы обратить внимание на… Вот, Инна Гусевна, вы правильно сказали, на фрукты и овощи, да, которые вы закупаете, непосредственно подаете, да. На сегодняшний день паристарные заболевания в городе, как в штат, тот же аскоридоз, у нас все 100% из-за неправильной обработки овощей и фруктов. То есть неправильно их обрабатывают, потом употребляют в пищу. То же самое в случае гепатита. Это тоже возможно с неправильной обработкой фруктов. Все овощи, фрукты, которые у нас есть на рынке, на сегодняшний день в Ак-Монусской области, они не практически 100%, не наши, да, не нашего региона, они все привозные. Это у нас юг Казахстана, плюс ближайшие зарубежья. Каким образом, да, как они были выращены, в каких условиях и как они были доставлены нам, мы не знаем. Мы его покупаем на рынке. Соответственно, привозим, и как мы обрабатываем, большой вопрос. Вопрос. Завтра элементарная вещь, это может быть, послужить последствиям тех, которые уже были вышесказаны. Тоже прошу обратить на это огромное внимание. И касательно документов нормирования был задан вопрос. На сегодняшний день, Инна Горисовна правильно указала, да, в санитарных правилах действующих нормативов указаны, да, на всю продукцию должны быть документы соответствия. То есть это декларация соответствия на пищевую продукцию. Если это не переработанная пищевая продукция, привезена с зарубежья, да, на нее должен быть ветеринарный сертификат. Если она наша местная, то должна быть ветеринарная справка. Все документы на каждую продукцию, они должны быть у вас, они должны быть сохранены. Не дай бог, завтра где-то будут непонятны какие-то, да, будем искать ту продукцию, виновника, грубо говоря, торжества. Мы будем уже смотреть на прослеживаемость продукции, то есть на накладные, откуда вы их взяли для выяснения дальнейшего цепочки и документ соответствия, откуда он взялся, кто его выдал. На сегодняшний день сейчас с нами проводится работа, да, уже мы сейчас более углублены будем заниматься этим. Как выдаются сертификаты соответствия, откуда берется самопродукция. По результатам мы будем вас информировать в социальных сетях и будем говорить о каком, ну, непосредственно о каждом продукте, откуда он взялся, если будут какие-то нарушения. Спасибо. Давайте продолжим. Безусловно, приоритет номер один – недопущение вреда жизни и здоровью. Считаем согласно абсолютно с указанными индикаторами. Призываем со своей стороны бизнес соблюдать установленные требования законодательства. Естественно, сейчас в преддверии майских праздников начнется активация торжеств. Там начнутся, по-моему, и праздновства юбилеи различные, не исключение, дальше начнутся выпускные уже у школьников различные мероприятия. В связи с чем просим еще раз предпринимателей не допускать, в целях недопущения пищевых отравлений придерживаться установленных норм. У нас Айнагуль советована по программе выступления Айнаш Амангельдиновна, да? Правильно, да? Да. Прошу вам слово. Микрофон включайте. Уважаемые коллеги, как Айнагуль советована уже отметила, за текущий год у нас идет рост заболеваемости острокишечных инфекций, а также пищевых токсикоинфекций. По Акморинской области у нас идет рост таких инфекций, острокишечных инфекций. Болезни пищевого происхождения охватывает широкий спектр в области здравоохранения. Как мы все знаем, микроорганизмы получаются по острокишечным инфекциям, а также по пищевых токсикоинфекциям возбудительными являются у нас бактерии, а также вирусы. Эти бактерии размножаются особенно в летний период. Сейчас как раз пик. У нас получается май месяц, праздничные дни будут. Хотелось бы сказать, что развиваются они в результате потребления пищевых продуктов, зараженных продуктов может происходить на любой стадии от процесса производства до потребления. Это получается в результате загрязнения окружающей среды. Это может быть вода, воздух, почва, а также то, что мы проходим медосмотр. Хотелось бы остановиться, что носителями бактерий могут быть животные, а также их мясо, молоко, яйцо. Могут быть загрязнены бактериями такими, как дизентерия, сальмонеллез, стриптококки, энтеробактерии, протеи. Хотелось бы также отметить, что продукты могут попасть в бактерии от людей, страдающих гнойными заболеваниями. Пищевые продукты попадают разными путями. Например, это когда токсины, либо же бактерии, образующие токсические вещества, загрязняют доброкачественную пищу при транспортировке, хранении, приготовлении, а также реализации при контакте с грязной посудой, где мы берем у вас, допустим, смывы, а также разделочным инвентарем. Чтобы предотвратить эти заболевания острой кишечной инфекцией, согласно приказу санитарных правил номер 239, санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля, а также статьи Кодекса о здоровье, есть пункт, что индивидуальные предприниматели, а также юридические лица в соответствии с осуществляемыми ими деятельностью должны проходить в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, должны проходить производственный контроль. Что такое производственный контроль? Как я новосоветно уже сказала, это комплекс мероприятий, а также лабораторных исследований, испытаний, производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем, а также юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и безвредности для человека среды обитания. Согласно 239 приказа санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля приложения 1, там рекомендуется объемы, критерии лабораторных исследований, а также испытаний, осуществляемые вами деятельности. Если это, допустим, общественное питание кафе, либо же столовая, там у вас указываются необходимые исследования, на какие показатели, а также кратность. В общественном питании кафе необходимо раз в квартал проверять, получается, блюда из мяса, гарниры, напитки вашего происхождения, салаты. Это все выборочно. Раз в квартал вы должны будете пройти исследование, сдать на микробиологические показатели, согласно таможенной, на микробиологические показатели технического регламента таможенного союза 021-2011. Как вы только что спросили, по стоимости. По стоимости у нас есть в филиале национальной центре экспертизы, прескуранцен, где указывается на каждый вид исследования своя стоимость. Получается, на микробиологические показатели мы на каждый вид исследования, допустим, если взять, получается, блюдо из мяса, на какие оно показатели делается, согласно технического регламента там прописывается по нормативному документу виды исследований, какие необходимо будет проводить. Это возможно быть калифорные бактерии, либо же БГКП, это бактерия группы кишечных палочек, патогенные сальмонелла, а также стафилококк, допустим. На каждый вид исследования есть, согласно прескуранта, есть стоимость, где указывается одна проба, допустим, она стоит одно исследование 1200 тенге, либо же там 770 тенге. По стоимости, согласно рекомендуемых критерий и лабораторных исследований, вам необходимо будет к нам подойти в Национальный центр экспертизы для заключения, если вы хотите с нами заключить договор, мы с вами уже отработаем этот момент, вы нам скажете, какие продукции вы хотите нам доставить, и мы посчитаем с вами стоимость, согласно санитарных правил, а также технического регламента Таможенного союза 021, и мы посчитаем с вами исследование, потому что в данный момент я вам не могу сказать по стоимости, потому что виды продукции бывают разные, а также их состав тоже разный. Допустим, вы должны будете раз в квартал проводить исследования на смывы с инвентаря, а также с рук персонала. В самом, как я много советовала, только что сказала, в санитарных правил указывается, что в пищевых объектах в кафе необходимо брать смывы, допустим, 20 проб. Но это тоже по площади, по количеству ваших сотрудников 20 смывов, она не может определить, у вас есть такие острые кишечные палочки или нет. Необходимо будет дополнительно для вашего же профилактики, получается, для вашего безопасности дополнительно проходить еще, включать пробы смывов. А также, согласно санитарных правил 209, а также 239, вы проходите раз в квартал, проверяете свою воду. Как у нас, Айна Горисоветовна только что сказала, по республике у нас высеваемость по микробиологическим, а также по санитарно-химическим показателям идет рост, что у нас несоответствующих очень много. Как раз было согласно постановлению главного санитарного врача во время паводкового периодка мы обследовали воду, и несоответствующих очень много. Поэтому хотелось бы сказать, что вы проверяли свою воду на санитарные правила согласно 209, где нормируются все показатели для обеспечения профилактики инфекции в ваших объектах. Если есть вопросы, можете задавать мне по производственному контролю. У меня есть вопросы. Вот мы берем на базаре мясо, я вот несу этот производственный контроль, иду сам лично, покупаю мясо к моему производству. У меня же не печенье произвожу и не свечки, у меня каждый заказ по-разному. Но для вас, для Филькиной грамоты, я беру еду сам, покупаю, моя повариха все это делает, мы несем туда, это якобы контролируется. Но какое отношение идет к банкету? Никакого. Это мы просто делаем для галочки. Вот этот салатик какой-то, я сам лично покупаю, сам все это делаю. Я понимаю, если бы это был таможенный союз, это уже как красная тряпка, грубо говоря. Это, смотрите, если бы я вот производил вот эту продукцию, она у меня идентичная была. Я понимаю, он нужен. Она у меня фабричная, маркированная, я там штампую одну, а у меня каждое блюдо индивидуальное. То есть сегодня мне одно заказали, завтра другое. Сегодня он мне одно мясо принес. У меня вот больше вопросов. Сибирская язва, если его отварит мясо, он безвредно будет или этот? Вот и все. То есть мы не сможем это, вот, например, сейчас смотрю, все на нас повесили. Например, взять фрукты, да? Да, моют. Опять же, 90 процентов, хоть как, вот при 150, это 90 процентов. 100 процентов никто не даст. Опять же, кто у нас занимается этим? Там узбеки, казахов выгнали оттуда. Там узбеки, киргизы, потому что, если я начну грамотно заниматься, я возьму французские там вентиляцию, французскую эту, да? Но кто мне гарантию даст, что меня вот так не замордуют, мне работы не дают. А в это время, вот когда нас два года держали заперти, а в это время все, кто, как говорится, нелегально работал, они все вышли. До сих пор люди туда по коттеджам, по этим ходят. Все, что мы сейчас делаем, да? Сейчас будет рост, обязательно будет рост, потому что все, что мы, как бы, помогаем, как будто мы, вот, как говорится, у семи нянек дитя без глаз. Вроде бы мы контролируем, но это вроде. Вот, например, мне говорят, надо принести каждые три месяца. Я бегу на базар, покупаю, мне такое ощущение, что там просто это кушает кто-то. Я покупаю отборное мясо, там, то та же вода, та же вода, она не пройдет. Та же вода, я принес воду, она говорит, не проходит. Как не проходит она с этого? Она и летом, и зимой не пройдет у вас. То есть надо смотреть в корень проблемы, а не в частности. А мы у нас всегда упираемся. То есть, как говорится, стрелочника находят. Находим мы сейчас, мы бьем по стрелочнику. А корень проблемы в чем заключается? Например, у нас здесь по воде, это тысячу лет сказано, воды нет нормальной. И она не будет, пока не будет, ну, как бы вам сказать, то есть у нас принудиловка идет везде. Хочешь, бери, хочешь не бери. То же самое и с вашим бизнесом. У вас расценки очень высокие. У нас, например, даже вот эти шрафы, да, они как из-за рубежа пришли. Мы таких денег не зарабатываем. Наш бизнес сейчас идет вниз. Вот представьте, например, то ехать, то не ехать, то можно, то не можно. Кто будет работать? Все поразбежались. Правильно говорю, к нам на работу не придет специалист. Если он специалист, у него какая-нибудь корочка, бумажка есть, он пойдет лучше преподавать. Он преподает, я знаю, и варить они не умеют с этой корочкой. Большинство приходит, у них есть корочка, варить они не умеют. Все формально. Если человек документально умный, фактически он ничего не может делать. Там у нас 5 утра надо вставать. Он говорит, да вы что, с масочкой что ли? Я в 8 раньше не приду. Вот мы как на войне, получается. Мы как на войне. Эти люди, которые сейчас у нас, сейчас, ну как бы мы делаем все это, да, они у нас приходят. У нас коллектив, конечно, собирается, те, которые, ну как бы фанаты, грубо говоря, нашего дела. Но такие вот дополнительные формальности, они нас еще бьют сильнее. Например, в Грузии, да, они убрали все. Вот сейчас пожарники нам звонят. Давай тоже. Та же схема. То есть будешь этот, будем тебя наказывать. Все только штрафы, 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 штрафы наказаны. У нас страна только под страхом. Вы дайте нам возможность честно работать, но для этого все должны об этом думать. А у нас как получается, да? Просто крайнего нашли, крайне мы. А у нас, у нас же не все это в руках. Например, я, например, водой не могу руководить, поставкой фруктов. Я им говорю, да, и содой вымачивайте, и солью добавляйте. Ну сколько у меня знания есть, естественно, мы делаем. Но я вижу, что даже для семьи, я вот так все смотрю, как для семьи, да, все это не хватает. Я прихожу на базар, и мне никому доверия там нет. Потому что, смотрите, у них складских помещений нет, они вместе с мышами там это охраняют, мыши бегают по этому, он и переносит, естественно, там все это. Да. Эти узбеки или кто там, я против узбеков ничего не имею. Подумайте против узбеков, да. Просто эти люди случайные. Это люди случайные. У нас бизнесом занимаются случайные люди, а должно быть, наоборот, привидировано. То есть, например, испокон веков должны одни и те же люди заниматься. То есть у него должна быть как бы... Он сегодня сюда приехал, что-то мы его шуганули, он в другое место поедет. Все. Ну я вот так думаю. Ну, уважаем. По крайней мере, вот эти вот расценки очень высокие, я сразу скажу. Я вот тот раз, когда платил, когда еще у нас работа была, мы работали, да, и то нам тяжело было. А сейчас я представляю, сейчас не знаю. Вот мы сейчас коммуналку, я вот не так плачу, я ее... Раньше раз коммуналку пришла, я заплатил. Я вот... Деньги поступили, я заплатил, поступил, заплатил. Вот я вот так на три, на четыре части делю. Хорошо, сейчас по телефону. Бац, отправят, бац, отправят. Хорошо, большое спасибо за вопрос, да, за ваше мнение. Но вот по ценам центра экспертизы, могу сказать, у них есть головное предприятие, у них пресс-курант утвержден, утверждается, это не наш центр экспертизы, не наш филиал утверждает, а республиканский. Но здесь мы не говорим, что вы должны только с центром экспертизы. Здесь у вас есть альтернатива, если можете с другими какими-то аккредитованными лабораториями. Но нужно не забывать, что время доставки два часа. И вот то, что вы сейчас озвучивали, что вы специально готовите и центры привозите, вот это неправильно. К вам должен приезжать лаборант непосредственно на объект и отбирать у вас непосредственно на объекте. И вы то, что говорите, вы специально, ну просто вы сами как бы хотите, чтобы у вас была соответствующая. А вы должны в рамках производства, вот когда у вас какой-то банкет, вот в это время, у вас же в будние дни тоже есть банкеты, отобрали, и вы вот для себя контролируете качество. Но когда производственный контроль, вас же за это не наказывают, это для вас, для себя. А когда вы, конечно, берете заведомо чистую воду, заведомо хорошие продукты и готовите, конечно, у вас этот производственный контроль ничего не покажет. Нет, не в этом плане. И нужно, чтобы лаборант приезжал. Мы за чистоту тоже не словим. Просто у нас какая схема идет. Вот они говорят, принесите то-то, то-то на производственный контроль. У нас, во-первых, банкета такого нет и такой продукции нет. У нас она не идет ровно. Вы здесь, вы заказываете, вы заказчик, вы заказчик производственного контроля. И вы говорите, у меня такая продукция, мне надо вот это, вот это. Не лаборатория вам говорит. Да, там продукция, кратность. Но вы, вот у вас как-то зависит. Ну, это выборочный контроль. Невозможно проводить каждую пробу продукции, никто не будет вам это делать. Это производственный контроль, это выборочный контроль. Да, он как бы вот критерий. Если у меня была фабричная продукция. Нет, понимаете, это выборочный контроль. Вы для себя это, во-первых, это ваших сотрудников контролируют. Вот я делаю производственный контроль, если сейчас там суп не будет недоваренный, да, и это будет то, что там возможно развиваться, да, там какая-то микрофлора. Вот здесь это вас подстегивает. Давайте спросим у людей, вот кто за производственным контролем? Ну, здесь, знаете, кто? За, против здесь не обсуждается. Потому что мы как овцы. Санитарные правила есть утверждены. Если вы нас пригласили как равных, если мы как равные, да, то мы... Это вы можете выходить через это. А если, например, просто, как сказать, хочет берите, хочет не берите, и мы вас будем там или резать, или... Я вам, я вас еще... Есть утвержденный санитарный правил. Палата Атамикен участвует в разработке санитарных правил, да. Пожалуйста, если вы хотите внести какие-то изменения по правилам, пожалуйста, вот у вас есть представители... Да там просто, видите, какая ситуация, да. Вот сейчас, например, да, вся система в Казахстане создана... Ну, чего греха говорить? Папа так сделал, да. Вот смотрите, хочет берите, хочет не берите. Хочешь машину взять? Иди, хочешь кушать? Пользуйся, как говорится. Вот они нас... Это просто вымогательством занимаются, и все. Вот, например, раньше рекет был. Ну, ладно, молодцы, да, там бегали там эти мужички. Сейчас смотришь, они же, грубо говоря, и получается уже в другой форме. Мы уходим от темы нашей основной, да, и времени. Давайте не будем... Это можно много дискутировать, да, много есть вопросов, но сейчас мы говорим конкретно, чтобы объекты общественного питания, чтобы вы не были причиной возникновения кишечных инфекций, вы должны соблюдать те санитарные правила, которые прописаны в действующих НПА. Вот. Если вода не соответствует, значит, вам надо ставить фильтры, да, если вы хотите работать, если вы хотите, чтобы у вас был престиж, да, вашего предприятия, имидж вашего предприятия, зная качество воды, сейчас фильтров достаточно, ставите фильтр, и у вас уже гарантировано качество вода, да. Вопросы это, ну, глобального масштаба, но вы же работаете, вы же не можете закрыться и ждать, пока построят новые очистные сооружения в городе Каштаб. Вы же не будете сидеть и ждать. Вы хотите работать, вы хотите развивать свой бизнес. И поэтому, чтобы не было кишечных инфекций, сегодня суть нашего совещания, чтобы не было кишечных инфекций, вам необходимо соблюдать санитарные требования. Медосмотр, личную гигиену, производственный контроль. Если хотите внести какие-то изменения, пожалуйста, вот через филиал Атамикен можете вносить на уровни республики изменения. Но все санитарные правила, они проходят экспертизу через вашу республиканскую палату Атамикен, согласовывается каждый пункт санитарных правил. Поэтому, ну, можно очень много говорить, но сейчас сезон, лето, мы не должны допустить кишечных инфекций. Ну, омрачить кому-то праздник, да, это тоже нехорошо. Не то, что вы говорите. Сейчас у нас все рестораны, все кафе закрыты, да, я не знаю, до сентября, до октября или до какого времени все заняты. И говорят о том, что вы сейчас не работаете. Я соглашусь, когда это было два года назад, да. Ну, сейчас мероприятие у вас, сейчас все равно вы работаете. Сейчас у нас, сейчас у нас в обед, ну, банкеты есть. Можно я добавлю? Сейчас вот в обед пойдите, например, в центр, там, этот, как, вожак-кебак, там, рядом кофебум, дальше пройди, этот, блок питания. Во время обеда там места нет. Поэтому говорить о том, что, а эти люди, мы вот сейчас говорим не только по банкетам, мы говорим по тем кафе, закусочным ресторанам, по всем объектам. То есть, требования, которые, вот я вам сегодня озвучила, это для всех объектов общепита, от закусочной до ресторана. Сейчас, действительно, мы уходим от темы. Сейчас мы буквально целый час говорили об установленных законодательственных требованиях и недопущения в целях вреда жизни и здоровью, как рассматриваем себя со стороны потребителя. И, уважаемые предприниматели, просим уже, какие есть регламенты, их соблюдать. А касательно, вот, Мусак, который говорит о моменте, покажите нам проекты договоров, которые вы с национальной центром экспертизы заключаете. Потом вы же сказали очень эмоционально касательно предусмотренных санкций. Мы согласны, они у нас завышены. Неоднократно мы поднимаем вопросы в сторону уменьшения. Ежегодно у нас МРП, да, каждая санкция, каждый штраф, он связан с МРП, да. Ежегодно он у нас растет. Вот сейчас рассматривается вопрос, а уже МРП с 1 апреля рассмотреть еще раз, да, в сторону увеличения. Давайте уже этот круглый стол, тематику отдельно проведем. Если есть у вас существующие ассоциации, да, у нас в Акмолинской области, к сожалению, она якобы образована в виде клуба какого-то, да, по общепиту. Абуталипа, да, Шинар Чапаяна, мне кажется, ее, как бы, руководит. Но она аккредитацию не прошла, мне кажется, давайте соберемся отдельно, общественное мнение выслушаем и уже детально посмотрим, какой норматив нам не нравится и отправим в республиканские ассоциации тот же самый наш центральный аппарат. А сегодня тема у нас была совершенно другая. Соблюдая регламент, если есть еще вопросы, давайте вопрос-ответ, как бы дежурный микрофон, воспользоваться студией, а иногда у нас на месте, с регионов предпринимателей активнее участвуйте. Да, да. Изводственного контроля, то, что вы только что сказали, что у нас есть отдел приема проб, в который вы всегда связываетесь. При выезде на объекты сначала отдел приема проб созванивается с вами, переговаривается такой момент, что когда вам удобно прийти к вам, у нас же лаборанты выезжают же к вам, так ведь, отбирают пробы. Обязательно, получается, специалисты отдела приема проб выезжают к вам, когда вам удобно, отбирают те продукты, которые вы хотите проверить согласно санитарных правил. Мы же, получается, обосновываемся на санитарные правила же, так ведь. Вы, когда даже заключаете с нами договор, вы не берете, получается, вы, точнее, берете те продукты, либо же те исследования, которые прописаны в нормативных документах. И у нас, получается, специалисты выезжают, обоченные специалисты отдела приема проб. Айнаша Мангельдиновна, хорошо, все понятно. Ну, получается, сигнал поступил, у вас отсутствуют какие-то, может быть, коммуникации, это не критика. Давайте уже в рабочем порядке, какой-то, наверное, сделайте пост в социальных сетях. На Республиканской, на Артмолинской службе коммуникации можно рассказать о себе более детально и предметно, чтобы вот эта категория наших предпринимателей нашли с вами контакт и связь. Хотите, у нас воспользуйтесь отдельным мероприятием. Видите, возникает вопрос, и в рамках заключенных договоров, это гражданское правоотношение, мы бы тоже хотели изучить ваши пункты, если это не возбраняется. Еще вопросы? У нас в социальных сетях, Facebook, Instagram, страницы есть. Департамент санэпидконтроля, управление санэпидконтролем города Кокштау и все 19 территориальных управлений и их странички. Мы регулярно опубликуем там информационный материал. И вот сегодняшнее тоже совещание мы планируем выставить там для обозрения, для обзора, да, кто не присутствовал. И вот отдельно по кишечным инфекциям, да, мерам профилактики мы сделаем еще тоже памятки. Ну, а мы регулярно размещаем там правила мытья посуды. Вы можете для себя какую-то инфографику взять, распечатать. Поэтому подпишитесь, мы регулярно, особенно мы по сезонам делаем. Вот сейчас сезон кишечных, поэтому сейчас будем наполнять инфографикой, разъяснительной работой по профилактике кишечных инфекций, пищевых отравлений. Пожалуйста, вы для себя можете оттуда что-то подчеркнуть. Подписывайтесь, мы вот у Расулы Ромековича что-то скинем. И вот у нас в чате же есть ассоциация и туристическая, и торговли, и по АШИКу вот есть чаты. Мы туда всю инфографику закинем. И можете там у нас есть вопрос-ответ, рубрика, можете туда писать, мы ответим, и оттуда вы получите информацию, то, что вам нужно. Хотелось бы пожелать всем хорошего летнего сезона, побольше вам клиентов, никаких неприятностей с кишечной инфекцией. Но нужно быть на чеку, да, со своими персоналом отработайте. По качеству воды проблема есть. По качеству продукции тоже. А вот особенно сибирскую язву смотрите, потому что здесь тоже. Чтобы, ну, конечно, на мероприятие вынужденный забой не будет, но вот какие-то закусочные, маленькие, вот там может пройти эта продукция. Думаю, на банкет это там хорошее мясо идет, а вот маленькие закусочки, вот там опасность есть, что где-то могут купить некачественное мясо. Ну, самое главное, должно быть прошедший ветеринарный контроль. У меня все. Пожалуйста, если вопросы есть. Добрый день. Анна Горзоветовна, хотели бы узнать, мы как-то небольшое кафе, тоже обязательно заключаем уже год на производственный контроль. И вот даже каждый раз при приезде наших лаборантов мы выпечку, обязательно выпечка на термообработку мяса, как прожарено все. Скажите, пожалуйста, вот в магазинах у нас лежат пирожки, лежат самса, пирожки с мясом. К ним какие-то требования есть, они за что-то отвечают, производственный контроль они проходят, сейчас тоже пик. Получается, у нас... Понимаете? Здесь на кафе завалены пирожками, самской завалены, так как мы это все отдаем на пробы, мы отдаем на результаты, мы смотрим на анализы все. Они какую-то ответственность несут тоже или нет? Понимаете, сейчас вот направлено все на поддержку бизнеса, да, и объекты торговли, они у нас относятся к незначительной эпизначимости, и мы их попланово не проверяем, да. По жалобам, но не все микробизнес, малый бизнес, тоже, по жалобам, мы к ним выйти не можем. Но у нас есть форма проверки, это мониторинг безопасности продукции. Ежемесячно мы в рамках, ну, порядка 600 тысяч затрачиваем бюджетных средств, по графику закупаем продукции, различные виды продукции. И также там есть у нас, если пирожки продаются, но здесь тоже ответственность бизнеса, потому что, ну, честно говоря, в отношении них принять меры мы не можем. Ну, мы проводим на уровне разъяснительной работы. Вот. Если есть какие-то конкретные факты, пожалуйста, пишите, но нам проверку не откроют, потому что это малый бизнес, нужны конкретные факты отравления. Поэтому, думаю, Расул Эрмекш, нам нужно будет с торговлей, наверное, еще отдельно потом собраться и вот как раз эти вопросы обсудить. Ну, здесь уже идет ответственность бизнеса. Честно говоря, вот по этой проблеме у нас вот даже был гамбургер. Вы знаете, у нас, как считаю, много продают, да, вот эти упакованные гамбургер. Когда мы закупили его, выдали вот этот документ, декларацию, сертификат и соответствия, выдали вообще предприятию, которое в частном доме. И потом отзывали, это вот до пандемии мы занимались. Сейчас, к сожалению, два года мы физически не могли заниматься этим, да, хотя закуп проводили. Сейчас мы будем тоже возобновлять эту работу, но тоже сейчас в рамках маратуры. Вот смотрите, у нас, когда по безопасности продукции мы закупали, было несоответствие продукции, мы выдавали предписание, потом проверяли, наказывали. Сейчас мы покупаем продукцию, если нам даже будет несоответствовать, если это малый бизнес, мы им даем уведомление, что у вас продукция несоответствовала, приведите меры. Ну, как бы в виде разъяснительной работы. Если это, конечно, средний и крупный, тогда мы выходим на проверку и наказываем. Но здесь будем активизировать разъяснительную работу. Думаю, торговлю пригласим и с ними отработаем. А при закупе, вот в следующем, мы обратим внимание на вот именно эту продукцию. А так, да, конечно, они должны проходить производственный контроль. Ну, сейчас, сейчас, в основном. Это указ президента. Мораторий. Мораторий. Сегодня закупились, сегодня продали, можно сказать, да, буквы. Сегодня привезли, они сегодня обработали, сварили, отдали. Она не залеживается неделями, днями. А вот в магазинах даже та же самая продукция. Любая личная переработка, она залеживает, лежит неделями. Ты приходишь, спрашиваешь, свежие, конечно, свежие, ты представь, что там, там, недельная. Вот это издержки моратория. У нас, ну, все идет, здесь, понимаете, возлагается ответственность на бизнес. Вы должны соблюдать требования. Вы, если даете уведомление, этот магазин дает уведомление о начале деятельности, он берет на себя ответственность, что будет соблюдать все санитарные требования. Мы даже, когда закуп идем, мы за день уведомляем, что мы придем. Ну, если знают, что мы придем, эту продукцию уберут, и мы ее не сможем закупить. Поэтому здесь вот нужно в своем сознании всем предпринимателям поменять, что не надо кого-то обманывать, а надо честно строить свой бизнес. Я еще раз говорю, мораторий, мы туда зайти не можем. Они у нас даже, если мораторий закончится, мы туда не можем зайти, потому что это малый бизнес. Мне кажется, что вот эти штрафы ведут на сегодняшний день, просто в подполе выходят. Например, вот сейчас кто занимается этим бизнесом? Именно вот к кому претензии? У меня лично, я смотрю, я боюсь, как потребитель, да? Получается, как она сидит дома и варит. И вы не поймаете ничего. Узбеки пришли, толпой собрались, начали варить. Вы пришли, его штраф варят, они разбежались. Они разбежались как тараканы, потом опять у вас что-то успокоилось, они опять появились. То есть реально этим бороться только можем быть. Например, да, если, например, у нас все условия будут, да, я могу на массовость поставить, поставить везде точки, везде там как моддомность, переодеть их там чики-брики, чтобы вся продукция была как десертифицирована. То есть если она будет в монополизированном виде, ну, грубо говоря, крупные эти, да, их можно будет легче контролировать, и им легче будет двигаться. На сегодняшний день я потерял работу, мои рабочие куда пойдут? Они идут домой, варят пирожки, выносить на базар. Мне просто засмеялся, как они рассказывали, что одну и ту же турку там весь раз варим, как мы заставили. Они меня смешили, потому что они там варят у нас и сразу отдали. Они ее не продали, она что-то завалила, они опять ее подвалили, опять что-то выносили, выносили до тех пор, чтобы убрать ее не купил. Вот они мне это все рассказывают. Когда они поехали к кому-то там на дачи и на полу, на земле мыли посуду, на траве там везде, на этих, загородах. У нас, например, там и посудоборщицы, и уборщицы, там разные люди. А мы ведь все делали. Мы не официантами были, мы там это все. Получается, люди уходят в подполье. Хорошо. Вот у нас, извиняюсь, у нас регламент, да, сейчас уже другое мероприятие, вот Раслур Мексик говорит. Но сейчас самая задача, вот каждый, кто сегодня пришел, большое спасибо, потому что вы пришли, и каждый должен начать с себя. Если на вашем предприятии будет пройден медосмотр, заключен производственный контроль и все требования соблюдены, то у вас не будет кишечных инфекций. Поэтому начните каждый с себя. Очень много можно говорить, рассуждать, но начните каждый с себя. Проверьте свой медосмотр, документы, проведите генеральную уборку, пробы отвозите не те специально, которые отварены, а которые в ходе текущего производства. Это вы себя контролируете, за это вас никто не наказывает. И поэтому большое спасибо, что вы сегодня пришли, большое спасибо палате Атамикен. Я думаю, сегодня это не наша, не первая, не последняя встреча. Сезон только начинается. О всех осложнениях, какие-то, если будут вспышки, мы будем вам говорить, потому что на каждой вспышке мы говорим, с чем было связано. И вы должны для себя подчеркивать, и где устранить, где ужесточить свой контроль. Потому что руководители предприятий, они тоже отвечают и контролируют. Вот мы сейчас дали нашим территориальным управлениям провести всем семинары точно так же с общепитом. Пожалуйста, на эти семинары отправьте своих завпроизводством, потому что они непосредственно работают, чтобы они по срокам хранения, по условиям, по медосмотру, вот чтобы они, потому что у нас приходят руководители, послушали, там дальше вы довели, не довели. Вы знаете, у нас еще давно, я просто давно работала пищевиком уже, вначале, у нас была такая практика, когда мы с выходом на объект делали, да, вот как бы школу передовой практики, брали там, например, один какой-то показательный объект и собирали туда общепит, и уже как бы, вот, вот у вас технология, вот ванна так должна быть, вот здесь должна быть какой-то, давайте приготовим какой-то образцовый объект, и чем вот здесь вот разглагольствовать, мне кажется, пойти непосредственно, тут сразу показать, холодильник там, вот полка должна быть так, поточность так, доски должны быть так, давайте вот такую форму продумаем, это будет, во-первых, как бы, для вас показательный, и здесь, ну, не только руководить, здесь должны быть сами, ну, если Атамикен организует это, да, мы с удовольствием своих специалистов предоставим, чтобы они пришли и рассказали на предприятии, где там стол поставить, как его подписать, что, как сделать, это будет эффективнее, пожалуйста, есть такие предложения, мы всегда готовы пойти к вам на встречу, прийти, рассказать, показать, подсказать, это, ну, вот в рамках разъяснительной работы, давайте сделаем такую вот форму, я, вот, ну, это было лет 15 назад, мы тогда в городе так делали, мы брали парикмахерские, там так делали, общепит так делали, да, брали кондитерские цеха, мы прям показывали, как что должно стоять, потому что, ну, лучше мы вам расскажем, чем мы вам придем и будем говорить, вот это неправильно стоит, вот это сюда перестав, это не так подписал, это не так сделал, да, вот давайте попробуем в таком формате отрабатывать, пожалуйста, кто готов там свое предприятие предоставить, как площадку для проведения, пожалуйста, мы готовы, пожалуйста, и вот наше предложение, если поддержите, мы готовы вам дать лекторов и разъяснить, потому что мы тоже, знаете, нам голову снимают за каждое пищевое отравление, это наша недоработка, Никто не спрашивает, что это мораторий, что там. Нам говорят, это ваша недостаточно разъяснительная работа. Поэтому мы все формы разъяснительной работы сейчас хорошо, благо пандемии. Мы и через Zoom научились работать, и онлайн научились работать. Поэтому все формы, пожалуйста, можно записать это видео, распространить его. Пожалуйста, как хотите, что хотите, мы готовы пойти вам на встречу. Большой рахмет, приведенные в начале нашего круглого стола статистические данные, 127 случаев, на сегодня в Ахмолинской области. Давайте возьмем, коллеги, уважаемые предприниматели, вектор добросовестности, и эту статистику будем просто минимизировать и не допускать ее роста. Всем большой рахмет, берегите себя, окружающих. Спасибо за участие.